здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас музыкальный эфир и причем с гитарой такой камерный в хорошем смысле этого слова будут звучать песни потому что в гостях у нас вец музыкант член союза писателей россии член союза композиторов подмосковья который живет в городском округе люберцы александр иванович якунин и начинаем мы сразу с песни прошу вас я позабыл любимое лицо очарование редкого свидания но ясно помню голос скрипотцов и легкий шорох вашего дыхания еще раз увидеть и обнять и быть достойным вашего внимания никто не сможет у меня отнять осенний дым моих воспоминаний любимое лицо я позабыл все зыбко и неверно прошлый были все кажется и вас я так люблю а это вы тогда меня любили еще раз увидеть и обнять и быть достойным вашего внимания никто не сможет у меня отнять осенний дым моих воспоминаний александр иванович якунин собственные персоны это ваш роман за на стихи владимира попова на был сразу сказать ну это он в томилинский наш поэт очень известным правда ушел где-то года два-три назад но на его стихи мне написано пять романсов этот самый первый а мы в финале программы сегодня еще послушаем одно музыкальное произведение а сейчас можете гитару водрузить на на штук для того чтобы мы поговорили вы пришли с очередным сборником изданных произведений это первый мой сборник который был выпущен в 2006 году еще так 50 произведений здесь на стихи разных поэтов и тут и пушкина есть тоже лермонтова здесь нет еще до рубцова тут есть до стихи рубцов и пушкина атака мои стихи еще поэтов там румянцев от которым и кстати гимн федерации космонавтики мы написали он звучит уже 2007 года но почему-то в любросах не звучит не знаю уже столько лет по всей россии везде но звучит никуда не денется айсаныч но давайте начнем с того что как стали то человеком который не только поет просто какие-то чужие песни но еще сам а пишет и музыку да и музыку как стали с чего все начиналось то так я сам я ускорю что я закончил сейчас это называется академии при консерватории меня чайковского то а это было с отличием закончил свое время там еще дролиак на было значит председателем комиссии вот но это был давно в принципе но тогда она учили там а на кого учили а вокалист вокалиста вы меня выпустили как оперно-камерного плана певца ага да 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 и я работал на радиотелевидении пять лет солистом радиотелевидения затем у меня филармонии калужская тверская то есть поездили по стране поездки да то есть вы работали как солист музыкального коллектива записи на радио на телевидении солист вокалиста был вот и она радио телевидении на мы там работали поначалу я работал начаться советской песни такой был ансамбль солистом да потом там стали партия наш рулевой наверное пели песню да в основном все вот эти песни по и вновь продолжая да 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 все это мы пели да а потом уже я у работы стал там стать студии советской песни солистом был и где-то вот 55 лет почти раба работал на радио потом год какой-то уже был 83 что и добро до 78 по 83 а потом получилось так что стало разваливаться этот коллектив пришел судаков такой там да и стали подпевать все больше и люди стали уходить то есть там солистов стало меньше стали подпевать хористы там появились стали которые с хреста поют сразу а то есть пришел что дали то и пою да да и все разбежались которые с голосами ребята были все ушли а я ушел как раз калужскую филармонию три года я там проработал филармония выступали как солист мезо у вас партии были какие-то мы пели классику то есть и опера и оперета и песни папа как тогда я помню советское время было принято абонемент и люди покупали да 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 вы приходили студенческие были тоже вот эти дела все а потом я ушел это 80 сейчас кар 86 году и горбачеве уже до ушел до в этот самый тверскую филармония там я проработал 8 лет о тоже солистом до вокалистом тоже такая же работа поездки в ташверская область она очень большая калужской чем а то есть вы как бы еще как участник коллектива филармонии ездили по городам и весят городах где мы только не были в колхозах были в один раз как-то выступали в коровнике даже не отходя от кассы кстати говорят что коровы лучше дается когда классическая музыка играет вот такой вопрос сразу возникает когда вы выпустились как солист не было ли желания в какой-то театр устроиться или вы предлагали мне когда вот в отдел культуры вернее в министерство культуры пошел меня там знакомый был один а тромбонист он сказал вот тебе предлагаю год хочешь поехать в театр оперетты в красноярск а о да 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 и а я не мог потому что у меня брат погиб и мама одна оставалась она была желая да она участница войны меня оставлять ее просто нельзя там надо было уехать где-то только через год отпустили бы то есть ну вот пускай по советской системе как надо работать было там и там бы я не ушел да потом предлагали еще был такой баблоевский ансамбль меня ребята услышали там был заслуженный артист он говорит давай к нам таким голосом ты чё нам такие нужны ну короче тоже туда не получился надо в германии было ехать там на три года но это было бы интересно если в германию по тем то время опять же по той же причине да не смогли но получилось так что ты за мамы конечно я не мог никак вот поэтому пришлось работать вот здесь недалеко потому что когда выезжаешь филармонию то все в тверской а приехал программу сначала сделала приехал сдал и поездил недельку-две поездил по тверской значит области потом возвращаешься опять домой где-то месяц полтора готовишь новую программу и вот так вот все это был также в калужской филармонии такая же история была да ну тогда я помню прекрасно что да это была такая известная популярная история что в каждом городе даже не миллионники а поменьше обязательно была филармония как бы проси кого-то заставляли даже ходить на пойду от у меня был такую да да но просвещали население сразу но вы же певец то есть это вы можете грубо говоря и классику я пилету и авторскую песню и эстрадную все можете я все кстати вот с родные вещи у меня вот диск принес у меня есть тут где-то часа то есть это где-то три или четыре часа моего пения одно песни прошлых лет называют а то есть вы взяли такой я могу это оставишь и по вас тоже это было и сборник один тоже подарю это да вот одно дело когда человек прошедший вот такую школу который умеет петь которому как у нас говорят поставили голос и человек который знает ноты да правильно понимаю вот другое дело когда вы становите вдруг решили сами писать стихи что кстати раньше пришло наверно музыка сначала могу конечно говорить поначалу то да кстати я же еще певческую школу закончил свое время да такая была аж за школа певческа там директор была ли массово на театре вот там много было преподаватели которые были солисты это большого театра при поводах гнесенки там очень интересные и у козловского засла приезжал он к нам еще в то время да а даже лемешева я чуть-чуть только заставка на на радио теле не работала там одно время как-то вокальный коллектив вел ну перед самой смертью как преподаватель да ну нет он как бы руководить руководитель был такой назначенный да 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 в кепчике ходил такой придется ведь то есть заходил да да а так ветерником знакомый я был ну лещенко леву конечно тоже там постоянно но на радио могут козловский вы говорите что он приезжал ну что приезжал а он приезжал в певческую школу как он подавая солировал иногда вообще он в елханском соборе пел под конец он часто очень там пел концерт у него последний был ему что-то уже 9 за 90 было да ну голос звучал да у него своеобразная манера пение тенор у него такой меня тоже тенор только лирико-драматический а я понял что вы делали я имею ввиду что а у него ультра лирический тенор и он пел партии такие вот сабинина амаш туда уходи с рэ 3 так вот у него было такой гол но у него не было низов как он начинал где-то медленнее у это уже было внизу а кого октаве это для него был предел потому что у тебя на ров как а да 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 две октавы даму бывает еще си внизу там обычно баритоны там ля си внизу а тенора да 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 вот а у него сдвинуть немножко диапазон был за то есть и он брал бы даже вроде же ноту брал вот такой голос для вас все-таки лемешев или козловский но мне больше лемешев нравился душевный он такой это как человека с точки зрения голодного голос тембр то есть и вот манера исполнения она близка мне было потому что такой козловский он как-то поверхностное звучание такой у него я даже помню начал подражать пелка то я встретил вас под него в его тональность он в рай минор пил а какая-то другая да да немножко это объявлял такой звук чуть-чуть лемешев когда уходил наверх что у него смешанное звучание микс по даже все зависит от человека то есть теноров много но каждая же индивидуальность вот тем более у нас и западных теноров сколько много известных вам кто из них ближе на повороте как вам или раз я больше как-то из наших атлантов уважала так казани сюда вот а когда начинал то у меня как бы не кумиру но кого-то мне нравился это марио ланца марио дельмона к ну последнее время повороте вот когда он был еще жив с удовольствием просто я всегда где-то с лет 18 очень слушал внимательно и стал увлекаться этим у меня и книжки по вокальной педагогии были птушим я то есть вы как бы как бы даже были ученики там ну да 12 которые потом учились действий закончили гетис да у меня еще вот этот дар который я вот я хорошо слышу знаю что делать певцом которого надо помогла куда переходные ноты вот у те народ он поет поет дофа в одессе ломается голос кикс все а там нужно быть смешанный дых звучание уже грудь нельзя отрывать дыха и голова соединяешь вот это миксовое звучание она должна обязательно присутствует а иначе наверх не пойдешь сейчас делаем небольшой паузы ведь у нас уже такой очень сугубо профессиональный разговор напомню что у нас гостях александр щекунин певец музыкант нашли берчанин член союза писателей россии член союза композиторов подмосковья еще раз говорю раз гитара лежит обязательно во втором отделении тоже выстрелит и продолжим разговор уже о собственном творчестве как это все происходит так что дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях александр щекунин певец и музыкант люберчанин наш член союза писателей россии член союза композиторов подмосковья поговорили такие фамилии вспомнили как этот человек который видел живого козловского левишь его это уже звучит гордо ну и вы увидели и слышали в первом отделении что человек профессионально относится к копению вообще вот прежде чем мы придем уже к вашему творчеству вот это пение говорят некоторые что наверное любой человек может петь потому что но это же мышцы все мышцами делается вот что такое пение это таинство какой-то в дар божий принципе то знаете и дар и в то же время таинство потому что чтобы на нормально петь надо начинать что с дыхание опора дыхания не глубокой низкой должно когда диафрагма опускается сильно отдыха не надо это как у цветочек их все и пошло диафрагма опустилась и на на наута на состоянии этом держать до конца фразы музыкально обязательно вот это самое сложное когда а вот это вода они тянет уже оркестр перестала играть а он все тянет и тянет но это некоторые певцы так иногда показывают пока на ли я ответь как могу до всех переда потому что я у тоже когда уступаю иногда бывает тут милые то услышим я такие фирма ты держу длинные уже люди до скука сейчас закона я дыхание учетки держу и просто это техникой все-таки когда это не вот он уже выработана да по работам мышц некоторые вокалисты не знаю спрашиваю ты знаешь такой импеданс а что это такое ну и сразу поняту да это вот это хитрость такая панов душа вокал это не так просто по вот там как этот у меня педагог был очень хороший даже вне где я учился был еще побочным у меня галперия михаил воич ему работал в мост концерте и он много дал очень он ставил в ваш верхние ноты тенорам с фальцета ну то есть вот фальцетом берешь на там и потом начинаешь дыхание пробивая и все и попадает туда куда надо и голос идет дальше но тут же важно понимать что возвращаясь то есть любой человек может запеть если с ним поработать или не любого дня на деле про стопроцентный слух она действительно природа конечно важно потому что когда я начинал это самодеятельность я бы быстро еще вот в люберсах начинал я меня педагог что сказал тогда была гущина маргарита валерина сказал саш тебе надо учиться у тебя хороший голос тенор тембр красивый игры надо заниматься вот и поступать я допомню попробовал поступить в октябрьской революции то еще был но там уже набрали теноров хоть я все на пять сдала в зале тех которые сплошные а ну да как там тенор да поэтому а потом я уже поступил в консерваторское училище мерзляковская с которым отличие закончил сейчас это академия недавно я там был просто привез у меня нот очень много хороших которые начало того века даже есть ноты я набрал их вот теноровые все там и подарил приехал а вообще теноров больше чем басов вообще какая вот идет градация между исполнителями смысле количество ну вот больше выпускается сейчас эти норов мультина рапу на тот самый распространенный голос какой вот она редкий голос тенор все-таки да да потому что басы тоже редкий баритонов очень много а теноров по настоящим по природе очень мало и в то же время беда в том что некоторые педагоги вот он не знает как ему по верхней ноты поставить они его сразу в баритон баритона да потому что когда печь в школе учился у нас была такая пасхалу а там уже пожилая женщин бабулька она это самое ты лирический баритон и начала мне давать партии баритональные а вот гальперинг услышка да какой-то баритон ты тенор и он повыше завал папа повыше воды там просто тесситуру совсем другая понимать то есть баритона там где-то идет от ли отдаля а тенор он выше на на целую терцию то есть в принципе да и обрадимости баритона можете ну я попел немножко у меня по лому все год забудь это потом как-то я помню интересный был момент когда я корреля наслушался уже драматический тенор вот и начал петь он год ты чё бас что ли ты чё начал петь то у тебя лирический тембр голоса лирически но лирическо-драматический когда а ты поешь это не твой голос хотя он есть кстати люди которые с октавы на октавы перескакивают такая как и фальцетом может и баса она не это вот кстати вот в италии я очень много читал в италии не принимают фальцет не считают голосом потому что это звучание связок голове просто голые звучание связок это не голос вот а у нас почему-то сейчас нужно строить 5 стали считать угу это у него три октавы да какие три он поет первую вторую октаву а третий фальцет это не голос микрофон то это конечно звучит она на столе начинать 0 1 2 хорошо вернемся к стихам и к музыке жизнь заставила или это творчество из вас пошло на каком-то этапе ну у меня как-то получалось так что я где-то лет 18 начал писать уже музыку то есть под гитару то себе струны и было потом мы шесть утру на я перешел вот помню сочинил две песни до армии пас в армии тоже тут сочинил называется тоска тоска по дому понятно да в армии много такого да а записывать уже стал позже когда уже с нотами стал дружить хотя и на кардионе играл свое время тоже по свадьбам ходил и было такое это все зарабатывали на это я не заканчивал школу сам все учен все сам то что даже вдруг у меня он в школу заканчивал музыкальный аккордеон большой меня три четверти а у него большой я там взял и начал играть а мать его будет слушай саш ты лучше моего этого сына играю я не учился он-то учился по слуху до два слуха а потом уже по нотам стал когда ноты стал не на разница есть по слуху и по ну конечно есть слух все-таки он обмачиваю там какие-то моменты по выпускаются а по нотам там четко все-таки уже понимаете то есть умеете читать надо это уже а стихи и вот его спросите химасили стихи я писал всегда больше с музыкой хотя мне приняли в союз композиторов в одиннадцатом году уже 12 лет я в этом союзе то у меня больше вот мои произведения вот здесь сборники много моих там все с музыкой то есть я вот музыка как бы рождается вместе с текстом или текст музыка неважно я не спрашиваю как это получается я бы это наверно оттуда сверху я не знаю как получалось ну так вот я сочинял вот и они меня в пределе потому что стихи были интересны и особенно юношеские да вот и не продолжаете сейчас да 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 а потом я стал писать уже на стихи наших поэтов потом попробовал классиков у меня кстати аккуратно подхожу сюда классика пушкина у меня два романса лерботова тоже 2 хотя у других там по пять по шесть произведения и потом есть классический уже роман заработали всем известно я имею ввиду который но перед тем как мы послушаем завершение еще одно ваше исполнение теперь уже все знают что вы певец не просто профессиональный не просто тенор все знают уже от каких до каких каких возможностей это вот песня на сегодняшний день вы человек профессиональный до масса людей поет что называется по праздникам раньше пели застольные песни гала что все поют вовсю вот чем отличает и потом сегодняшняя опять же эстрада и кстати оперета есть и опера вот есть такое ощущение что голос немножко немножко какой-то другой стал что или это только ощущение я имею ввиду что немножко похуже стали петь это так или ну в принципе все зависит от произведения то есть когда поешь какую-то лирическую вещь то немножко голос осветляешь русские песни вот я пою когда я больше как бы ухожу меньше грудной больше резонанса гол головной до более прямой такой звук вот в русских песнях но а когда это итальянка была такая она всегда говорила ребята дикции важные вот она помню стихи стихи первую строчку даже помню на близко к зубам роменго паралетарии паре маре перу ну с акриной мы стадали вот чтоб здесь было пушу русский язык немножко глубокий он там мы говорим все-таки больше груди да да у них близко вот когда их слушаешь они прям вот здесь вот у них звук весь ну вот после того как вы начали писать музыку вы сами пишите эти ноты и так далее вас как-то мучительно этот процесс происходит есть там но сколько уходит время на то чтобы меня текст с музыкой среди но у меня есть программа в которой я пишу нотки там все и нотки в делаю у меня вот сборник 2 тоже уже готов где-то 100 120 произведения но я взял более таких 80 но пока денег особо нет чтобы это опубликовать но ты готовы материал готов но деньгами то что мама умерла то у меня сын умер понимаете вот все на пани и как не получается да чтобы а так а так я уже говорил где-то 300 320 350 можно я не считал мы где-то в этом районе хорошо сада пришло время нам вновь взять гитару да и что мы сейчас услышим что это будет я не знаю могу конечно спеть на стихи рыжикова известного нашего поэта песню такая это было все было или романс допустим свидание у меня есть давайте это было все было у нас роман же был уже сегодня ну какой лучше спит давайте рыжикова который рыжикова давайте но эта песня такая она как бы военные тут уже не перебор идет а ритмический рисунок поехали сотни тысяч и может брали мы городов не топтали дорожек и не мяли цветов было все это было после страшные беды знать особо любила мать россия цветы но венки и букеты заслонить не могли и глаз наполненных светом что в улыбках цвели постаревших белесых как небо родных не весенние русы слезы были на них эти слезы похожи для счастливых ребят они были дороже всех цветов виноград сколько лет миновало идет из ума это нас целовала мать россия сама сколько лет миновало идет из ума это нас целовала мать россия сама вот спасибо большое вот такой финал у нас сегодня был в гостях Александр Иванович Якунин член союза писателей России член союза композиторов Подмосковья желаем вам выпустить второй сборник ну и на этом наша программа завершается помните что иногда нужно добиться того чего ты очень хочешь если тебе захотелось петь ты умеешь петь то можно стать профессиональным исполнителем и добиться больших высот всего доброго ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok